SCP-1461. Дом червя. Объект номер SCP-1461. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Вокруг SCP-1461 возведена зона 6. Для повышения обороноспособности зоны здесь постоянно базируется опергруппа Лиамбада-30 ЧЗХ вопрос. Все необычные события в SCP-1461 должны быть доведены до ведома сотрудников уровня допуска 4, на усмотрение которых осуществляется процедура А4-7 «Рассвет». Смотрите руководство по стандартным процедурам зоны 6. Всем оперативникам, входящим в SCP-1461, предоставляется полный комплект ЗРХБА – защиты от традиционной химической, биологической и аномальной угрозы, и вооруженный эскорт. SCP-1461 считается мишенью высокого приоритета для организации, известной как Церковь Разбитого Бога, члены которого в 1908 году предприняли попыток проникновения в зону 6 и доступа к SCP-1461. Описание. SCP-1461 представляет собой английскую усадьбу, около 1890 года постройки, серии подземных уровней под ней. Здание привлекло внимание фонда в ноябре 1941 года, когда оно исчезло, вместе с подуровнями, и рематериализовалось через 11 дней отсутствия. Поверхностная часть SCP-1461 представляет собой двухэтажное здание с 12 спальнями, четырьмя ванными, тремя кабинетами, главным холлом, банкетным залом, библиотекой, кухней и кладовой подвалом. Большинство из этих комнат были переоборудованы в простые казармы до приобретения фондом и предположительно представляли собой жилища для культистов. Персонал зоны 6 укрепил здание и использовал доступное пространство для размещения средств мониторинга и службы безопасности. Сама усадьба не проявляет аномальной активности. Подземные уровни доступны через подвал усадьбы. Планировка и размер подземных уровней до сих пор не удалось точно измерить из-за аномальных свойств помещений и наличия в них враждебных существ. Помещение сконструировано в основном из бетона, железа и латуни, хотя используется и ряд экзотических или неизвестных науке материалов. Планировка помещений имеет нелогичные маршруты и архитектуру. Например, дверные проемы открываются в сплошные стены или пропасти, лестничные клетки висят в пустом пространстве и т.д. По всему помещению имеются сильные повреждения. Некоторые фрагменты имеют полости, заполненные неопознанным материалом серого цвета, подобным песчанику, состав которого неизвестен, даже используемый в фонде расширенной периодической таблицей элементов. Также в подземных уровнях обнаружен широкий спектр аномальных артефактов, как активных, так и нейтрализованных. Смотрите документ интервенции I-1461-текущий. Пока неизвестно, имели ли место беспорядочная архитектура и наличие артефактов до исчезновения SCP-1461, или же они появились во время его отсутствия. Помещения подземных уровней чрезвычайно опасны, поскольку включают в себя большое количество движущихся механических аппаратов, шестеренчатых механизмов, поршней паровых труб и трубок для охлаждения жидкостей, не имеющих соответствующих защитных приспособлений. Обслуживание техники производится с помощью стратегически размещенных форсунок, выделяющих черное слизистое вещество, которое оказывает сильное коррозионное воздействие на органические материалы, но также служит в качестве теплоносителей и смазки. В некоторых секциях зарегистрировано сильное гамма- и рентгеновское излучение, максимальное зарегистрированное значение которого достигло 70 МПС. Источник этого излучения неизвестен, поскольку ни одна из машин не имеет радиоактивных компонентов. SCP-1461 содержит около 57 гуманоидных существ, в том числе 7 бывших сотрудников фонда, обозначенных как SCP-1461-1. Этим существам неизвестным образом были внедрены грубые механические импланты, пока не исследованы части SCP-1461. Каждый экземпляр SCP-1461 подвергся уникальной модификации, хотя небольшое сходство между ними есть. Большинство были оснащены металлическими зубами и когтеобразными выступами на руках, что делает их смертельно опасными противниками в ближнем бою. Другие дополнения включают железные болты, бессистемно вживленные в кости субъектов, значительно укрепленные позвоночные столбы и замена одного или нескольких органов искусственными эквивалентами. SCP-1461-1 по всей видимости не обладают никакими высшими мозговыми функциями или самосознанием, руководствуются исключительно инстинктами и интеллектом уровня собаки. Особи держатся одной или двумя группами, строят легко скрываемые и обороноспособные гнезда, пытаются питаться, поедая друг друга или вторгшихся сотрудников фонда. Все экземпляры SCP-1461 считаются крайне враждебными. Предполагается, что сам по себе SCP-1461 может командовать особами SCP-1461-1. По всему сооружению присутствует система переговорных трубок, которая испускает громкие металлические визжащие звуки, заставляющие SCP-1461 покинуть помещение. В других случаях из вентиляции начинает распространяться металлический запах, идентифицированный как запах крови, привлекая SCP-1461-1 в данное помещение. Частота и точность, с которой SCP-1461 помечает запахом помещения, где в данный момент находятся сотрудники фонда, предполагает наличие некого руководящего враждебного интеллекта. По крайней мере, четыре экземпляра SCP-1461-1 получили дополнительные модификации. Их пищевод и легкие были заменены фонографическим устройством, получающим питание от собственных движений SCP-1461-1. Эти фонографы издают постоянный повторяющийся поток речи и религиозной тематики, впрочем, никак не проливая свет на своего создателя или цели. Приложение. Согласно записям с 1941 года, усадьба принадлежала господину Хануармслах и его семье. Господин Хануармслах, ветеран Первой мировой войны, незадолго до ее окончания был ранен во время битвы в Сомме и отправлен в лондонский госпиталь. Судя по всему, пережив глубокую психологическую травму, он приобрел нигилистический взгляд на общество. SCP-1461 был построен им с намерением каким-то образом покончить с миром или сбежать от него. Более подробную информацию можно экстраполировать по его дневникам, обнаруженным внутри SCP-1461. Смотрите документ В-2008-5. Считается, что господин Хануармслах имел в своем распоряжении приблизительно от 50 до 100 работников, помогавших ему в осуществлении этой задачи, с большинством из которых он в конечном итоге организовал культ, посвященный SCP-1461. Неизвестное число этих последователей вместе с его женой и двумя детьми присутствовали в SCP-1461 на момент его исчезновения. На сегодняшний день были установлены личности только шести из этих лиц. После рематериализации SCP-1461, но прежде чем агенты фонда поставили его на содержание, на территорию объекта проникли неизвестные лица. Эти люди, как считается, были членом общества господин Хануармслах, которые не присутствовали в SCP-1461, когда он исчез. Они успешно извлекли ряд потенциально аномальных артефактов, которые еще не были каталогизированы или изъяты. Неполный перечень каталогизированных аномальных помещений. Из 12 подуровней, обнаруженных сотрудниками фонда, только 75% имеют правильную архитектуру. Также считается, что существует неизвестное количество уровней, расположенных еще ниже. Каждый подземный уровень включает в себя выработки, сборки и складские помещения, а также комнаты, имеющие аномальные свойства или артефакты классов «Безопасный» или «Евклид». Полный список аномальных помещений в SCP-1461 смотрите в документе I-1461-Текущей. Производство геля. Подземный уровень 3. Автоматизированная фабрика, которая расплавляет неопознанный серый песчаник в стекловидную массу. Изготавливает из нее канистры и наполняет их зеленым вязким гелем, состоящим из разнообразных экзотических химических веществ. Некоторые из этих банок содержат полностью сформированные зубы и органы, ДНК которых не соответствует ни одному земному виду. Большинство банок потеряли герметичность, их содержимое разложилось. Сама машина для производства геля была раздавлена при обрушении помещения. Трубопроводный зал. Подземный уровень 4. Зал, через который проходит около 2450 труб из латуни, железа, меди, золота, бамбука, нефрита и данные удалены. Ясно слышно, что по трубам перекачиваются некие вещества, но их происхождение и назначение неизвестно. Фабричные поставки. Уровень 7. Большой неосвещенный склад заполнен деревянными ящиками различных размеров. В отличие от других складских помещений, в которых содержатся обычные материалы неаномального происхождения, ящики в этом помещении пусты и помечены просто фабричные поставки. Нерегулярное патрулирование склада показало, что количество и расположение ящиков меняется, но, как и в случае с трубопроводным залом, их происхождение и назначение неизвестно. По крайней мере, в одном случае где-то на территории склада была слышна приглушенная речь, но ее источник остается неизвестным. Камера сферы. Подземный уровень 10. Данные удлины. Камера переговорных труб. Подземный уровень 11. Множество латунных переговорных труб, проходящих через SCP-1461, похоже, сходятся в этом помещении к большой центральной кафедре. Здесь были обнаружены частичные останки человеческой женщины. Части тела которой, в частности кожа и кишечник, были использованы для грубого ремонта некоторых поврежденных труб. Католическая комната. Подземный уровень 4. Большая камера, содержащая конструкцию из случайного набора шестерней, кабелей, шкифов, винтов и ремней. Все эти предметы изготовлены из амальгамы железа, олова, золота и других металлов, в том числе и некоторых до сих пор неопознанных. Конструкции нанесен значительный ущерб. Имеются признаки того, что значительная ее часть, около 12 метров кубических, была грубо удалена. Место нахождения этого фрагмента неизвестно. Непосредственно на конструкции установлена подъемная платформа, на которой находится металлическая кровать с мумифицированными останками человека мужского пола. Грудь труба была пронизана большими шприцами, соединенными с насосной машиной. Конструкция которой предполагает, что она служит для закачивания жидкости, извлекаемой шприцами, в недостающую часть конструкции. Через регулярные 45-минутные интервалы конструкция пытается самостоятельно запуститься, но этому мешают имеющиеся повреждения. Нарастание тепла и трение в конечном итоге приводят к аварийной остановке, которая длится до тех пор, пока машина не остынет, после чего предпринимается новая попытка. Объект V2008-5 был извлечен из кровати. Частичная транскрипция записей и фонографов SCP-1461-1. Я то, чем вы сделали меня. Я выбор. И я тирания, простите меня. Я тогда и сейчас. Какими богами они станут потом? Я зло и я плоть. Я западня и я в западне. Я красота и я хаос. Дети себе любиво. Я червь. Я разбил бога. Документ V2008-5. Найден на территории объекта. День 14. Я думаю, что будет немаловажно объяснить контекст, чтобы будущие поколения могли осознать актуальность моей деятельности. В 1916 году меня зачислили в 5-ю пехотную дивизию Его Величества, и кровавые окопы и траншеи Европы были мне свидетельством человеческого варварства и небытия Бога. Я получил рану в бою, когда я валялся в грязи с заражением крови. Последовавшая лихорадка принесла мне видение. В своих кошмарах я видел превеликого железного червя с челюстями, как у дракона, пожиравшего поля Европы. Он не имел зубов, лишь множество мелькающих зубчатых колес, что растирали плоть и камень в порошок. Голос его был ревом падающих снарядов, и дыхание его пузырилось отравой и прита. Проклятые души изрыгались в беззвездное небо, как дым, исчезая в холодной равнодушной пустоте. Я не помню своих сознательных действий в течение этого времени, но в конце концов я оказался в больнице в Лондоне. Мне сказали, что война закончилась, но сны не прекращались. Я просыпался в холодном поту, исполняя намерения. Поспешно я записывал проекты, которые были выжжены в моем разуме. Странную и чуждую архитектуру, которых я не мог ни узнать, ни понять. Наконец я вернулся домой к жене и детям. Храбрый Саймон и маленькая Саймона были желанным бегством от моего страха. Но моя жена Клэрис заметила. Контузия, как она назвала это. Словом, жившим на устах жен и матерей всех ветеранов. Я попытался объяснить свое видение, что вселили в меня такой страх. Но она отпрянула, словно я был просто сумасшедший. Дети же вняли моим предупреждением. Они, конечно, испугались, но это не было моим намерением. Нет, Саймона, пожалуйста, не плачь. Отец не позволяет червю пожать вас. Схемы. Должен быть секрет того, как остановить червя. Я чувствую что-то знакомое, что подобряет их большой металлической ловушки. С ними я могу поймать тварь. День 825. Столько времени, столько времени в моих мастерских. Столько времени в череве дома моего отца, вдалеке от посторонних глаз. Работал, строил, моя жена задает вопросы, но отказывается слушать ответы. Только дети прислушались, только Саймон понимает, лучшего среды не придумать. Моя семья не очень богата, но крайне необходимость придает силам моим рукам и направляет мои мысли. С помощью мудрого учета мне удается воспользоваться отчаянием рабочего класса. Они так долго искали работу и честную зарплату, что они ставят под сомнение мои мотивы. Некоторые с любопытством и восторгом взирают на мой проект. Сам Леонардо позавидовал бы такой работе, говорят они. Мы более чем работодатель и рабочий. Мы растущее братство. Мы провидцы, которые знают правду. Вдохновленные вести за собой прочих, мы превосходно все успеваем. Они строят и куют, роют и укрепляют, кладут трубы и заворачивают провода в резину. На поверхности они говорят о великой депрессии, об экономическом и социальном отчаянии. А внизу я закладываю фундамент для великого затвора. Но я чувствую обжигающее дыхание червя. Он близко и мы должны торопиться. День 2398. Я видел марионетку червя, а дутловатый австрийц ведет с собой толпу отчаявшихся. И в своем отчаянии они бросаются в перемалывающие зубы червя. И называют себя повелителями тысячелетий. Я видел его лицо в газетах и кричал, в виде его пустые ненавистные глаза. Но никто не слушает, никто не видит. Кошмары изменились. Теперь я вижу больше, чем просто солдат на богомерском поле боя. Теперь я вижу тюрьмы. Лагеря мужчин и женщин и детей, чья плоть иссохла от жестокости и пренебрежения. Червь питается ими. Их души настолько слабы, что они могут даже бежать к лишенным рая небесам. Меня страшно за них, но за моих собственных детей я боюсь еще больше. В моих снах я слышу, как они плачут на поле боя. Они взывают к богу, к матери и отцу. Но ответить им могу только я. День 2567. Этой ночью было видение. Я видел червя, поедающего гниющую плоть мертвого мира. Звезды сгорели, солнце вытекло в темноту и не осталось никакого света. Лишь факел, разгоняющий забвение. Ни христианский бог держит этот факел. Ни языческий истукан. Ни один политик или священник. Факел держу я. Я встаю в ловушке, построенной из железа, земли и крови человека. Я принимаю червя к его гибели. День 2568. Удача. Червь в ловушке. День 2569. Моя победа была недальновидной. Червь в клетке, но он уже запустил на нас свою чуму. Бомбы падают на Лондон. Война бушует вновь. Червь кричит внизу, насмехаясь надо мной, даже находясь в заточении. Этот мир обречен. Рабочие боятся его и... Или, может, они боятся меня. Некоторые хотят уйти, чтобы сражаться за Родину в очередной бессмысленной войне. Другие стоят за мной в ужасе от того, что идет на нас. Как? Как? Как мы сможем сбежать от этого гниющего мира и саранчи, что пожирает его? День 2569. Я, наконец, понял назначение моей большой машины. Это не клетка, это двигатель. Устройство, которое затмит с собой все науки человечества. Все колдовство сатаны и все чудеса божьи. Машина, которая избавит нас от забвения. Все, что ей было нужно, это сердце. Горящая топка, которая включит ее. Как ни парадоксально, но червь, который предрекал нам гибель, теперь станет частью двигателя, который понесет нас к спасению. Рабочие, которые прислушались к моим предупреждениям, едины со мной. Как пастрову своего мессии. Собрались они у моих ног. И как усердный пастырь, я поведу их в рай. Некоторые сопротивлялись. Я не питаю к ним ненависти. Я не ненавижу людей этого разрушенного мира. Мне жаль их. Все, что я смог сделать, убедить свою пасту в том, что милостная смерть предпочтительной альтернативы. Тем, кто не пойдет с нами, лучше принять смерть от рук своих ближних, чем от какого-нибудь бессердечного врага на поле боя. Сейчас я собираюсь завести мою великую машину и освободить себя от безумия могилы. День 2570. Зачеркнутый. День номер один. В ослепительной вспышке мой двигатель и усадьба под ним перенеслись с раздираемой войной земли в новый мир. Это место похоже на наш мир. Но они во многом различаются. Вокруг усадьбы кружится серый туман. Нет пороховой вони и разрушенного города. Усадьба стоит посреди поля из серой почвы, лишенной растительности. Я не слышу жужжания насекомых. Я не вижу солнца или луны. Только глухой свет из ниоткуда. Мрачный прием возможен, но долгожданный. Я разделил вино своими братьями и сестрами. Сегодня мы спаслись. Машина теперь работает тихо. Червя должно быть погласил его собственное пламя. Какая-то милостивая часть моей души, столь упоенной победой и новой надеждой, молится за упокой червя. День два. На земле был день и была ночь. Здесь же свет никогда не менялся. Нависает серый туман, в котором тонут все звуки. Мои последователи обращаются ко мне за ответами. Говорят, что я голос двигателя и что я должен знать, что делать. Я проповедую терпение и раздаю обещания. Но я уже начинаю сомневаться в себе. Чтобы удовлетворить свое любопытство, я попросил троих из самых храбрых отправиться на поиски чего-нибудь. Я стараюсь успокоить свою семью. Но Клэрнс смотрит на меня только со страхом и ненавистью. Она заперлась у себя в спальне с Саймоной. Саймон же остается со мной. Он желает выйти, чтобы увидеть этот новый мир. Я неразрешаемый. Я не хочу рисковать его жизнью ради знания. Даже сейчас, когда я пишу эти слова, меня поражает то, что я вижу. Этот мир должен быть нашим убежищем. Разве не так? День три. Мужчины, которых я отправил в туман, вернулись. Благодаря длинным веревкам, которыми я их подстраховал. Ни растений, ни животных, ни солнца, ни звезд, ни цивилизации. Этот мир пуст и сер. Не тот ад, который мы оставили позади, но лимб. Лучше лет. День четыре. Сны больше не приходят. Раньше я редко мог закрыть глаза и не увидеть сокровенные машины и пророчеств о гибели. Но теперь разум мой пуст и тишина сменется надо мной. Еду приходится выдавать пайками. Я делаю все от меня зависящее, чтобы убедить пасту в том, что утопия придет. Что это всего лишь переход. Но голос пустых желудков более убедителен, чем голос пророка без пророчества. Медсестра по имени Юдора, похоже, взяла на себя заботу, упокоит тревожные сердца. Но она обрывает проповеди, когда я приближаюсь, и хранит каменное молчание, пока я не выйду. День пять. Моя жена отказывается выходить из спальни. Она не говорит со мной и не обращает внимания на еду, которую я для нее оставляю. Я зову Саймону, но они не выходят. Я дошел до того, что ненавижу свою жену. Ее злоба не спасет нас. Двое из моих молодых последователей пытались украсть еду из кухни. Они говорили о нехватке еды, недоверии, странных шумах, раздающихся снизу. Хотя моя великая машина больше не работает. Если бы я велел заточить их, остальные были бы недовольны. Вместо этого я пошел к прочим и сказал им, что молодые убежали искать ответов в тумане. Многие не верят мне, в том числе и ЮДР, они продолжают что-то тихо замышлять. Я беспокоюсь за свою пасту. День шесть. Сейчас все говорят о звуках снизу, ореве труп и о милеющем шуме. Хотя я уверяю их, что машина отключена. Чтобы успокоить страхи, я послал Денверса и Бёрд Билли на разведку. Они должны были вернуться сегодня вечером или утром. Никто не спрашивает, откуда взялось свежее мясо на ужин. День семь. Моя жена мертва. И я пришел в ярость от ее дерзости и высадил двери киркой. Она усадила Саймона на кровать, а затем... Черт бы тебя побрал, Клэрис. Ты гнилая шлюха, я хотел спасти своих детей. Денверс и Бёрдли не вернулись. Милеющие шумы слышны теперь каждый час. Все громче и громче, дом качается. Я боюсь, что червь не настолько мертв, как я надеялся. День восемь. Наконец пришла темнота. Вместе с ней пришел ужас, которого я не видел ранее, даже в окопах. Холод сочится сквозь окна. Странные тени сноют в тумане. Я слышу шаги на крыше. Дом стонет и трясется. Черт пытается выбраться. Множество моих последователей истерзано. Они хотят вернуться домой. Они хотят освободиться от этого ужаса. От этого проклятого серого чистилища. День девятый. Они схватили Саймона. Юдора сплотила пасту вокруг себя. Она заявила, что червь говорил с ним во сне. Что она стала голосом. Черт требует жертв. Сказала она сына человека, который заточил его. Я дрался с ними, я боролся. Я бы не отдал им своего мальчика. Единственное, что у меня есть. Но их было много. Они были сыты плотью своих собратьев. Я же был всего лишь одним сломленным человеком. Я не спаситель. Не факел в Англии. Я просто марионетка своего собственного безумия. Я чувствую, что все мои действия, все видения и схемы, которые лихорадочно зарисовывал после полузабытых кошмаров, были насланы на меня жестоким разумом, пожелавшим испытать пределы моего рассудка. Они увели Саймона вниз. Они скормят его червю. Пусть это будет моя молитва к беззвездной ночи. К Богу, который даже не сможет существовать. Я не позволю червю поржать его. Я прошусь в его зубы, чтобы мои кости забили его глотку, прежде чем я позволю ему забрать моего сына. Мне очень жаль Клэвенс. День десятый. Боже, шум он почти оглушителен. Вертятся колеса и шипят поршни. Из самых недр я слышу низкий скорбный рев. Я взял с собой свой журнал, чтобы мой ум мог сосредоточиться на том, как мне пройти через машину. Глядя на нее здравыми глазами, я понимаю, что это лабиринт. Не под властной логике. Тоннели сгибаются и поворачивают без причины. Вестницы ведут к сплошным стенам, а двери открываются над зиящими пропастями. То ли перенос в этот серый мир так исказил машину, то ли я впервые по-настоящему видел ее такой, какой она была построена по моей невменяемой прихоти. Я не слышал и не видел ничего связанного с Саймоном или его похитителями. Несомненно, их поступок продиктован тем же безумием, что покинуло меня, направляющим их туда, где их поджидают челюсти червя. Я стараюсь спешить, но похоже слепо бегаю по кругу. По крайней мере, у меня есть надежный фонарь и много масла, оставленного рабочими, которые трудились здесь. День 11. День и ночь не имеют смысла в этом лимбе, но тем более нет способов измерять течение времени здесь, внизу. Мой путь привел меня глубже в какой-то завод по переработке. Эти автоматизированные устройства добывают серый песок из голой скалы, переплавляют его в блесткое стекло и наполняют получившиеся флаконы дурно пахнущими химикатами, которые я не могу определить. Вопреки здравому смыслу, я вплотную подобрался к заполненному флакону, чтобы рассмотреть его. К своему ужасу я увидел там полностью сформированный набор зубов. В другой банке оказалось глазное яблоко, не похоже ни на человеческое, ни на какой-либо вообще известной науке. Для чего нужен этот завод? Что он строит и для кого? Результат ли это моей конструкции? Или же это какое-то механическое подобие опухоли, разрастающейся от червя, извращающей функцию машины? Похоже, те, кого я преследую, сейчас спорят. Я слышу их голдеж через вентиляционные каналы и пустые трубы. Юдора тащит моего сына глубже, оставляя назначенных следить за моим продвижением или просто отказавшихся от прихоти червя. У меня есть кирка и навыки, но я должен двигаться незаметно. Я не ел почти два дня, но тем не менее, люди Юдора по-прежнему несут с собой полоски мяса. Я видел нечто странное возле токарного станка в комнате, в которой заперся. Картина изысканного вкуса. Это работа мастера, но я не могу вспомнить, когда ее купил, или что заставило меня оставить ее здесь. Портрет замечательно похож на Клэрис, улыбающийся, как лучшие времена. Вспоминаются прошлые десятилетия, когда я был другим человеком, маленьким человеком, еще бесконечно счастливым. Знание ли так очерняет душу? Может быть, во вселенной таких космических зол, свидетелем которых я был, и впрямь единственным блаженством является незнание? День 12. Вернулись мои сны. Сны не пророчества, но памяти. Мы с Саймоном в Лондонском музее. Он тянет меня за собой, жаждущий видеть искусство и историю, красоту всего созданного человеком и богом. Но я не могу видеть красоту, я вижу только кровавую грязь и почерневшее небо. Уродство человека и безразличие бога. Саймон гуляет там без меня, я сижу на скамейке. День погружается, в ночь я сижу в пустом музее человеческих зверств. Последний живой на холодной земле, подавленной тяжестью всего этого. Я ждал, чтобы смерть или забвение поглотили или переварили меня. Но вместо этого я ощутил присутствие иного. Я не чувствовал никакого света от этого существа, никакой теплоты, но понимал, что оно близко к Богу, как никакое другое существо. Оно похоже на человека, но я чувствовал его тяжесть, как бы нечто большое и чуждое, втиснутое в его кожу. Дети хотят и не знают, почему, сказал мне фигура. Дети хватают, не ведая опасности. Они обжигают свои пальцы и понимают, что не готовы. Когда-нибудь они будут готовы, когда-нибудь они обретут голос души и будут петь сутью вселенной. Какими богами они станут потом, какие галактики они будут плести из грез и забот. Но сейчас они дети, а дети себе любивы. Они знают только то, что они хотят. И я проснулся снова, внутри этой машины, на этой серой планете, далеко от мира воспоминаний. Это сковало меня думами о неизбежности, но я заставил себя снова встать. Саймон закричал мне. Я слышал, что он намного ниже. Я крикнул ему, но не услышал ответа. Юдорины фанатики спешат за мной по пятам. Я боюсь, что какая-то ужасная перемена произошла с ними после того, как они посвятили свою судьбу червю. Они говорят невнятными змеиными голосами или хрипят, как будто их кто-то душит. Некоторые из них даже бросаются на своих собратьев. Подкравшись в темноте, я видел одно такое нападение. Человек, которого я пытался привезти в рай, накинулся на своего спутника в споре о вере. Я ощутил жар его крови на своем удивленном лице. Зубы скрижетали и рвали. Большие и острые, как клыки волка. Но зазубренные, как лезвие пилы. Животное и плоть, но в то же время машина. Обстановка вокруг меня поражена тем же уродством. Комнаты, которых я не узнаю, сочетаются друг в друга, как пролитая краска. Кабинет с плюшевыми зелеными стульями слился со складом, заполненным ящиками, в которых гремит и стучит что-то неизвестное и вонючее. Лестницы ведут в лужи вязкой жидкости, в которой плавают стайки чего-то. Мраморные статуи и латунный рельеф образуют настоящие стены. Ремни гремят и вырабатывают боеприпасы в небрежные кучи. Снаряды размером с мою голову катаются по полуавтоматизированных заводов, производящих орудия смерти. Я не мог сделать этого. Я не мог бы хотеть таких устройств. И все же они здесь. И всюду визг стук нагрева и охлаждение металлов. Стон сжимаемой гидравлики. Я не помню же, что такое тишина. День 13 и 14. Последователи Юдоры потеряли остатки рассудка. Безумно рычат и плюются, поедая мусор. Несут бред, как в бедламе. Другие стали чем-то другими. Дикие, словно оборотни из мифов, ползают на четвереньках. Их глаза привыкли к темноте и блестят красным, булавочные и светящиеся, как у демонов. Я отпугиваю их хумарем, но они всегда возвращаются, пытаясь окружить меня со всех сторон. Это охотники, быстрые, как волки, но их вопри звучат, как рик разрываемого металла. Голос Юдоры насмехается надо мной. Он доносится из водопроводной сети, из каждой открытой вентиляционной шахты. Она оповещает о своем славном восхождении, о своей преданности червю. Я слышу истинное безумие в ее отчаянном смехе. Он разносится по всей машине, будто она стала сама ее частью. Я устроил привал в комнате, заполненный больничными койками, через окна, которые была видна бездна. Это напоминает мне о больнице, в которой я проснулся во время войны. Но я таращу глаза в эту темноту, и мой разум не может сказать, смотрю ли я в неосвещенную пещеру или в беззвездную пустоту. День пятнадцать. Я нашел Юдору. Преследуемый ее монстрами-последователями, я наткнулся на большой собор, сделанный из органных труб, мрамора, плоти и костей самой Юдора. Теперь я понял, как она могла говорить со мной через эти трубы. Ведь ее тело было разорвано и пришито к ним. Ее органы были вытащены наружу и туго облетали трубопровод. Кожа растягивалась и раздувалась от газов. Ее кровь шипела и испарялась от гидравлики. Только голова оставалась целой. Широко раскрывшая глаза и хихикавшая, она возвышалась на кафедре этого храма помешательством. Монстры отказались входить в эти священные земли, а я подошел, чтобы поговорить с ней. Я потребовал вернуть мне сына, но она плюнула на меня осколками собственных зубов и сказала, что его отдали червю. Бросили в сердце машины, где ждала его пасть. Разъяренный, я с ненавистью бросился на нее, отрывая остатки ее тела от латунных органов. Она умерла в криках и, наконец, все стихло. И тогда громкий гул вырвался из машины и новый голос заговорил со мной через изуродованный орган. Я то, чем вы сделали меня. Я тогда и я сейчас. Я выбор, я тиранья. Я зло, я плоть, я красота, я хаос, я червь. Пораженный, я упал на кровавленный пол и плакал. Я жался и кричал. Не из-за слов, которые он говорил. Не из-за того, что они были сказаны моим голосом. Наконец, я увидел правду, которую я пытался похоронить так глубоко. Червь машины безумия, которое ввело мои руки. Это был я. Я и есть червь. Я не знаю, что заставило меня встать. Я не чувствовал надежды, я не чувствовал отчаяния. Как автомат я мог двигаться только вперед, навстречу с откровением. День неизвестный. Когда я пришел к сердцу моей великой машины, я нашел своего сына. Машина была ловушкой для червя. Не была ковчегом, который довез бы нас к спасению. Я стремился освободиться от чудовищного существования. И в моих трусостях и страхе я стал монстром. Я стал червем. Я построил раковину, чтобы скрыться в ней. Машина должна была унести меня от боли и отчаяния, которые поддерживали мой рассудок. Должна была помочь мне покинуть сущий мир и божие безразличия. Но она не смогла работать без катализатора. Саймон. Такой полной надежды веры, полной любви и мечты. Как я завидовал твоей силе, как я завидовал твоему незнанию. Я жаждал закутаться в этом благе и скрыться от мира. Я щелкнул переключателем своей великой машины, и она выпила кровь своего безжизненного тела. Всосала ее в свои трубы и поршни. Я верил, что твоя любовь несет нас в рай. Но ее осквернило мое безумие, мой акт убийства. Я мечтал о мире, но это привело меня в вечный лимб. Я требовал рая, но заслужил только погибели. Я был в таком ужасе от этого, что с тобой сделал, что не мог это принять. Я говорил с тобой, как будто ты был рядом. Он улыбался, как будто я видел твою улыбку. Когда Клэрис поняла, что я сделал, чем я стал, она спрятала от меня Саймона. Это место заполнено твоими воспоминаниями, Саймон. Есть ли среди них последние потрепанные клочья твоей любви ко мне? Или они здесь, чтобы насмехаться надо мной и карать меня? Как те человека-звери, которые бродят по коридорам? Я не знаю, сможет ли кто-то из нас простить меня. Знаю только то, что обещал спасти моего сына. Я обещал убить червя. Я оставляю этот журнал в надежде, что кто-нибудь так или иначе, кто-то будет знать, что я сделал. И помнить мужчин и женщин, обреченных моим эгоизмом, моим страхом. Я брошу все его зубы, чтобы мои кости забили ему глотку. Я червь. Я, Уроборус, должен пожрать себя.